Последние минуты ожидания. К прилету анапских спортсменок в родной город, группа поддержки подготовилась тщательно. На часах начала 12-го чемпионки мира входят в терминал. За победой анапчанок на первенстве мира стоят долгие месяцы тренировок в составе сборной России. И все это время рядом с чемпионками были их наставники. Это действительно очень тяжелый путь. Он пережит очень много и травмы, и всевозможные моральные, психологические травмы, и что только не было. Я был рядом с ней во время этой борьбы, я ездил вместе с ней и, конечно же, сопереживал, наверное, больше, чем она. Потому что, ну, действительно, у тренера не каждый может дойти или возможность такая побывать на таком крупном соревновании. Радость вообще, то, что была выполнена полностью задача, поставленная перед ней, что если в прошлом году на чемпионате мира она отборолась, будем говорить так, с натяжкой, в этом году она в финале показала все то, чему и в предварительных свадках она выиграла у белорусских. Всего в этих соревнованиях приняло участие 250 молодых самбистов из 36 стран мира. Мария Дорофеева занимается самбо более 10 лет. В финальной схватке боролась за третье место. Как признается сама, волнение перед поединком сыграло свою роль. Больше всего мешало переживание. Больше всего. Ну, и это даже помешало мне. На мой надбородце. Так что, вот так, ну ничего, мы будем исправляться. А вот Дарья Типчук в первенстве мира полностью была уверена в своей победе. На этих соревнованиях она вновь отстаивает титул чемпионки. Украинка, с которой ей пришлось встретиться в финальном бою за золото, даже несмотря на свой рост, не смогла одержать преимущества. После броска соперница сдается. Только лишь пошатнула Елизавету. Типчук делает переднюю подножку. Балл зарабатывает и сдается. Сдается, сдается. Очень неожиданно. Хорп Елизавета. Ехала за золотом однозначно. Подготовка проходила на сборах со сборной России в Тульской области. Ну, как бы по плану сборной мы очень хорошо подготовились. И вообще сборная России показала хороший результат. Сейчас у Дарьи наступает ответственный период. Предстоящий год рейтинговый. Все спортсмены, победившие на чемпионате мира, начнут подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в Японии в 2020 году. Дарья Типчук – одна из первых претендентов на то, чтобы представлять нашу страну на главных соревнованиях планеты. Руслан Душевский, Анапа. Регион.